Здравствуйте! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Ну что ж, вот и прошло главное избирательное событие нынешнего года – выборы главы государства. Три дня наша страна голосовала, и, как вы уже знаете, явка была хорошей, причем не только в самой России, но и за пределами. Как известно, граждане нашей страны живут по всей планете, и, что приятно удивляло, все проявляли избирательную сознательность. Я сам удивлялся этим кадром из многих зарубежных городов, где самые настоящие очереди люди стояли. Кто-то там под дождем с зонтами, кто-то, наоборот, под палящим сонтом, тоже с зонтами. И все стояли, чтобы проголосовать. Вот кто скажет, что их как-то кто-то заставил. Нет, люди сами шли за границей. Ну и тем более здесь у нас в России тоже я лично пришел специально, да, выкрыл время, взял своего маленького сына, показал ему, как это все делается. Человек в первый раз увидел, чтобы теперь знал я ему специально как ликбез, вот как нужно голосовать. И у нас сегодня, конечно же, в гостях Валентина Евгеньевна Дронова, председатель избирательной комиссии Тверской области, которая нам сегодня сейчас и подведет еще раз итоги. До этого для пресс моих коллег подводила теперь в прямом эфире для всех, что и как происходило на территории нашего региона. Еще раз подведем итоги, но самое главное, конечно же, как эксперт, как профессионала мнения, как прошли минувшие выборы. Валентина Евгеньевна, добрый день. Здравствуйте. Ну что ж, в одной из наших прошлых судьб, мы уже неоднократно говорили, я все-таки еще раз хочу поздравить с прошедшим выбором. Я знаю, как избирком, в прямом смысле слова, дорогие телезрители, вот, наверное, не все знают, на самом деле, те люди, которые в прямом смысле слова ночи проводят на месте рабочем, не спят, действительно, там не доесть, не доспать. Валентина Евгеньевна, я вижу немного замученный вид, хотя как-то прекрасно. Спасибо большое за такой комплимент. Выглядит, но тем не менее, я знаю, как непросто работать в эти, особенно, самые главные, вот, последние несколько дней. Результаты всем известны, конечно же, но давайте все-таки еще раз напомним, как у нас что прошло и как вообще голосовали наши земляки. Интересно, кстати, как по муниципалитетам. Если говорить о результатах выборов, как в целом по стране, так и на территории Тверской области, то да, есть уже определенные цифры, которые мы до сих пор называем предварительными, потому что окончательными они станут после подписания протокола Центральной избирательной комиссии уже о результатах выборов в целом по территории нашей страны. И Центральная избирательная комиссия назначила такое заседание на 21 марта, то есть на четверг на этой неделе. Если говорить о тех предварительных результатах, о которых мы имеем, в том числе через информационный центр Центральной избирательной комиссии в целом по стране, то на 10 часов вчерашнего дня в целом по России в выборах приняли участие 87 113 127 избирателей, что составляет 77,44% от количества избирателей, включенных в списки в целом по нашей стране. Еще раз повторюсь. В Тверской области надо отметить, что, да, немножечко явка была пониже, она составила 72,21% от включенных в список, или у нас проголосовало, соответственно, 721 277 избирателей. Но я хочу отметить, что вот эта явка в 72 и 21 является для нашей Тверской области тоже исторически высокой. Мы проанализировали и посмотрели результаты выборов на всех предыдущих кампаниях с 96-го года. Выборы президента, помните, 96-й год, вообще было два тура. И приблизительно немножечко отставала явка от наших 72, это выборы 2000-го года, когда Владимир Владимирович Путин впервые избирался президентом Российской Федерации, был избран. Эта явка была 70,22%. Во все остальные периоды она была, она колебалась, она была все-таки пониже. И как говорят, и ЦИК озвучил это, что и на уровне России 77-44, это тоже максимально высокая историческая явка по сравнению со всеми предыдущими избирательными кампаниями по выборам президента. И, наверное, этот как раз результат показывает на сплоченность нас с вами, нас с вами как жителей нашего государства, нас с вами как избирателей, на сплоченность и на понимание важности оказать поддержку кандидату, который избран в ходе данной избирательной кампании. Если же говорить о результатах, о результатах с точки зрения распределения голосов между кандидатами, так же, как и во всей стране, на территории Тверской области, наибольшее количество голосов набрал Владимир Владимирович Путин. 84,38% или 606,280 человек проголосовало за него. На втором месте у нас в области идет Дованков Владислав Анатольевич, 37,970 или 5,28. Следующий, третий по счету Харитонов Николай Михайлович, соответственно, 4,8% голосов и замыкает наших кандидатов Слуцкий Леонид Эдуардович с результатом 3,59%. То есть вот такой расклад в целом у нас по области. Напомню, что голосование проходило на 1101 участке избирательном. Организацию голосования, непосредственно самого голосования на уровне ТИКов, УИКов, обеспечивали более 10 тысяч членов избирательных комиссий. Ну, можно таким образом, вот мы уже озвучили цифры, говорить, что действительно вот эти выборы, они и на территории нашего региона, но и на территории всей страны. Если брать постсоветский период, мы не будем вспоминать советский период, там немного были все другие условия для проведения голосования. И явка была другая. Да, и явка была другая. Ну, некорректно. Сравнивать вот за последние 30 лет, как раз 30 лет назад, мы помним, все выборы, например, в Госдуму прошли, то есть исторически беспрецедентно. Да, именно об этом я и говорю, что на уровне страны в целом это самая высокая явка, но президентская кампания это всегда самая высокая явка. Конечно, это особенная. Не всегда, в любой электоральный цикл, если мы берем выборы Госдумы, выборы президента, выборы президента это всегда высокая. Это больше интерес, конечно, вызывает у наших избирателей, но это и более ответственно, и это более важно для страны в целом, кто ее будет возглавлять. Это же ведь выстраивание и внешнеполитической, и внутрополитической стратегии развития. Это решение самых насущных и важных вопросов, которые мы даже уже сегодня видим. Вот буквально случилось послание, да, и мы уже видим, и видим эту стратегию вперед на 6 лет, да, который будет придерживаться избранный кандидат, да, в этой части. Точно так же на территории области, конечно, это самая высокая явка за весь исторический период. А есть такие цифры, я понимаю, еще какие-то цифры подбиваете, подводите итоги. А по нашему региону, по субъектам, где самое большое, где самое большое? По муниципалитетам ты имеешь в виду? Да, у нас примерно, ну, есть, конечно, раскладка, рейтинг так называемых условных муниципалитетов, если это можно так назвать. Наибольшее количество приняли участие в голосовании, это у нас Лихославский муниципальный округ. Процентном соотношении. Процентном соотношении. Они очень разные. Потому что Тверь. Ну, конечно, Тверь за 300 тысяч. Я имею в виду процентом, мы не будем сравнивать, да, по числам. Абсолютных, конечно. То есть Лихославль у нас самый сознательный оказался? Что значит самый сознательный? Просто люди сориентировались, определились и пришли на избирательные участки. Это Лихославский муниципальный округ. Это Старицкий муниципальный округ, Пеновский муниципальный округ, Андреапольский муниципальный округ, Оленинский муниципальный округ, Ромешковский муниципальный округ, Нелидовский городской округ. В этих муниципалитетах явка составила более 90%. Более 90%. А может для тебя это объяснять, что для маленьких субъектов до сих пор выборы не просто, как сказал Долг, это еще и праздник, как в советское время было принято? Ну это конечно, и мы с вами приходя на избирательные участки, в том числе и в городе Твери, видели и широкую масленицу, и блинами угощали, и концерты различные были. Мало того, у нас большие фоторепортажи приходили от наших коллег с муниципалитетов. Там также были очень широкие масленичные гуляния, различные какие-то, связанные в том числе с национальным колоритом, там например тот же самый Лихославский район. Ну да, Карелийская специфика. И вот эти артисты, вот эти участники, которые с одной стороны пришли порадовать наших избирателей, создать праздничное настроение на избирательных участках, они в этих костюмах приходили, голосовали на избирательных участках, носили фотографии, где голосует весна, где голосует масленица. Но я хочу сказать, что не только артисты шли и голосовали, нас очень радовало, что даже в столь ответственный, чисто личный, жизненный момент у нас молодожены из ЗАГСа приезжали на избирательные участки и голосовали. У нас есть фотографии замечательные, где наша молодежь, которая в эти дни, либо 15, либо 16, соответственно, сочетались с браком, они не забыли, пришли и проголосовали. Это очень радует. Конечно, радует и спасибо вам, Роман, тоже, что вы со своим сыном пришли на избирательный участок, когда приходили семьями, многодетные семьи приходили в полном составе. То есть мы спрашивали, наши коллеги спрашивали, они говорят, мы все понимаем, мы понимаем, как это важное ответственность. Мы идем голосовать, говорили родители, мы идем голосовать, понимаем, что мы голосуем за будущее своих детей. Это очень радовало. И, конечно, отдельное слово благодарности, уважения это нашим ветеранам. Это нашим ветеранам, в том числе и Великой Отечественной войны, нашим избирателям преклонного возраста, которые в таком возрасте и за 100 лет, в 99, в 98. Многие ведь сами дошли до избирательных участков, они сказали, мы ходим всю жизнь голосовать. Мы пришли и на эти выборы. Конечно, низкий им поклон за вот такое понимание и за исполнение вот того же самого гражданского долга. С одной стороны, это наше право принимать участие в выборах, но когда люди воспринимают это как гражданский долг, как вы это сказали, этого дорогого стоит. Мои коллеги, профессиональный долг выпустить рекламу, но голосую сейчас за это, буквально не переключайтесь, мы уходим на небольшую рекламу, потом продолжим подводить итоги выборов, конкретно в Тверской области выборов главы государства. Мы снова в прямом эфире программа «Тема дня», подводим итоги выборов, которые прошли на территорию нашей Тверской области, выборы главы государства. Валентина Евгеньевна, ну, к нам мы помним, как приходили вы с вашими коллегами, это без всякого преувеличения коллеги, как мы их назвали, обходчики, задачей которых было ходить по городам и весим в нашей огромной области, и рассказывать людям о выборах, о том, какие условия участия в выборах, как прошел этот эксперимент, что можешь сказать, сейчас же можно, я думаю, подвести итоги вот этого эксперимента. Ну, это не эксперимент, это был такой пилотный проект, который реализовывался на территории всей страны, то есть во всех регионах, независимо от того, где это Чукотка, Сахалинка, Ленинград или это Тверская область, независимо от погодных условий, независимо от расстояний, которые от населенных пунктов до, соответственно, самих участков, наши уважаемые члены участковых комиссий, так называемые обходчики, как мы их между собой называли, осуществляли вот это индивидуальное информирование, мы это так назовем. И, конечно же, искренние слова благодарности нашим уважаемым коллегам за эту огромную проделанную работу. Когда, несмотря на погодные условия, и мороз, и слякоть, и метель, и дороги, помните, была ситуация, резко потеплела, и дороги просто поплыли, поплыли они просто. Но каждый день, несмотря на то, что это были выходные дни, наши коллеги шли к нашим избирателям, для того, чтобы им рассказать про выборы, для того, чтобы проинформировать, как можно проголосовать. Конечно же, огромное-огромное им за это спасибо. Это очень самоотверженный труд. Но этот труд, который был сделан за определенное время до дня голосования, в том числе, вот вы говорили, явка беспрецедентная, да, но мы же ведь и спрашивали у людей, у избирателей, пойдете вы голосовать, не пойдете вы голосовать, да, в этой части. А что мы получили по результатам информуик? По результатам информуик у нас на территории области мы получили результат, а обход у нас был 99,9 домовладений процентов, да, более 800 тысяч мы обошли, более 800 тысяч избирателей. А у нас приняло участие 721, да, мы помним. Из вот этих более 800 тысяч 88 процентов ответили, что они да пойдут, или скорее всего пойдут на выборы. То есть, понимаете, то есть люди уже и до дней голосования были готовы прийти и проголосовать на избирательных участках. Либо многие очень оставляли заявки о голосовании вне помещений, и это мы тоже аккумулировали. И, соответственно, уже непосредственно в дни голосования к таким нашим избирателям, члены комиссии, где-то выходили, где-то выезжали. Я напомню, что у нас, опять же, реализовывалась дополнительная форма голосования, когда мобильные УИКи на автобусах, где-то нашли дополнительное помещение стационарное, приезжали в наши удаленные населенные пункты, чтобы люди там на месте, не выезжая за 15-20 километров по, опять же, вот расплывшимся уже сегодня дорогам на избирательный участок, могли реализовать свое право. И такое право у нас реализовали при помощи дополнительной формы более 28 тысяч избирателей. Это очень хорошая цифра. А в целом вне помещений проголосовало более 100 тысяч. Это тоже очень хорошая цифра. То есть шли на избирательные участки, и еще сколько наши члены комиссии помогли проголосовать непосредственно на дому, придя, постучав в том числе в эти три дня квартиры и предоставив переносной ящик для голосования. А уже когда завершилось вот это информирование, работа так называемых обходчиков, как-то с ними удалось пообщаться, что люди-то рассказывали, как их принимали, что спрашивали? Мы не только по итогам, мы и в ходе самого непосредственно реализации самой вот этого проекта, мы пытались получить обратную связь. И очень радует, что в большинстве своем, в большинстве своем случаях наши избиратели очень положительно оценивали эту работу. Они очень добродушно, доброжелательно встречали и разговаривали с нашими обходчиками. Мало того, особенно в районах, особенно в районах, их пытались обогреть, напоить чаем, давали с собой домашних пирогов. Где-то там в каких-то, в каком-то, Санковский район, по-моему, да, написали, говорят, мы пришли, дошли до деревни, машина осталась там, зашли в первый дом. И избиратель, мужчина спрашивает, девочки, а вы как? Они говорят, да мы вот пешком. Он их посадил на свою машину и по деревне, на своем личном транспорте, помог нашим обходчикам проехать все дома, чтобы они проинформировали. То есть даже вот такое совершенно бескорыстное, совершенно индивидуальное свое желание. Вот человек помог нашим обходчикам сэкономить время, чтобы они не пешком по деревне, а деревня достаточно большая, ходили. Он их провез по домам, возле каждого останавливается, они заходили, стучали, разговаривали с людьми. И вот спасибо большое. И вот это, вы знаете, опять же, это показывает, что наш избиратель, наш житель, жители нашей Тверской области, что они понимают, что они поддерживают друг друга. Ведь наши обходчики, члены комиссии, это наши с вами соседи, это люди, которые живут рядом с нами. Это где-то учителя, воспитатели, может быть, работники каких-то наших культурных учреждений, это пенсионеры, где-то это студенты. То есть это мы с вами, члены избирательных комиссий, это мы с вами, это срез нас, вот жителей нашей Тверской области. И очень важно и очень для нас значимо, что тот, кто не в составе избирательных комиссий, это помогает и оказывает им содействие и помогает. Даже вот в таких вот ситуациях, несмотря на свое личное время, на использование своего транспорта, это очень дорогого стоит. А если говорить, как добирались, по-разному добирались. Где-то на лыжах, где-то пешком. На лыжах? На лыжах, и на лыжах в том числе, да, на лыжах до каких-то населенных пунктов. А лыжи где брали? Уличные лыжи, конечно. А у нас ведь есть люди... Избирком выдал лыжи? Ну, избирком и нет возможности каждому выдать лыжи. Мы экипировку сделали, да, в этой части. Кто-то сам непосредственно лыжи есть, пристал. На лыжах люди ходят по выходным, там еще как-то. Есть у них лыжи в своем собственном хозяйстве. Стали на лыжи, дошли до конкретной деревни. Где-то транспорт предоставлен был муниципалитетами. Где-то на личном транспорте. Я знаю, в Калининском районе девочки в участковой комиссии на транспорте одного из председателей объезжали эти объезды. Где-то, в том числе, спасибо нашим и охотникам, которые уж совсем в удаленные, где можно было только на снегоходах доехать, в том числе и помогали добраться таким образом. Вы знаете, вот InformWeek, он еще показал, в том числе, то, что мы с вами не утратили вот то единение и возможность подставить плечо и поддержать друг друга, когда стоит какая-то задача, которую надо реализовать. И это, наверное, тоже дорогого стоит. И дай бог, что вот это такое единение и понимание помощи друг друга, что оно у нас сохранится, что несмотря на какие-то передряги, несмотря на все старания, в том числе наших условных друзей из-за границы, разобщить нас, как-то растащить в разные стороны, у них это не получается. Потому что вот эта работа, в том числе, показала, что мы друг друга поддерживаем, что мы понимаем, и что для нас вот это человеческое взаимоотношение, именно личное общение очень дорого. Потому что, ну вот и пандемия нас как-то разъединила, да, мы закрылись в домах, квартирах в этой части. И вот этот отклик от избирателей, он, наверное, еще раз показал, что мы соскучились именно по человеческому личному общению. Не через телевизор, не через газету, не через какие-то листовки, билборды, а именно личное общение глаза в глаза. Но оно и самое эффективное, мы всегда об этом говорили. И, конечно, спасибо большое за такое положительное именно отношение к нашим членам участковых комиссий, нашим избирателям. Спасибо большое, мы очень высоко это ценим. И, конечно же, благодарим всех, кто пришел и проголосовал. Я думаю, записывать, так называемым нашим замечательным обходчикам, имена, фамилии вот этих граждан, вот этого жителя Санковского района, чтобы, может, какое-то, не знаю, письмо благодарственное избирковому присылать. Потому что это действительно дорогого стоит, когда человек выступил самым настоящим волонтером. Да, да, именно волонтером. Настоящий волонтер, доброволец. Не тех, кого агитируют, какие-то курсы проводят. Нет, просто взял машину свою, беден, между прочим, и так далее, и провез по деревне дам. Это, конечно, да, человек настоящий русский, душевный человек русский, душащий. Ну, это единичный случай, я вам привела. Я могу таких примеров приводить еще много, но это, мне кажется, тоже очень показательный пример. Хотелось бы еще в таком, как мне кажется, показательном примере. Были, к сожалению, случаи в других регионах, когда мы видим, что какие-то не очень умные люди, кто-то там зеленку кинул, кто-то, я сам видел, запись, пытался что-то там поджечь на территории голосования. У нас же из всего шума гамма, только как уже было упомянуто, звуки музыкальных инструментов, выступления артистов, шум масленицы и так далее. А вот вы как-то объясняете, это у нас так правоохранительные органы отработали, я не знаю, у нас в Тверской области больше умных людей адекватных, которые не стали вот там всякие гадости какие-то устраивать на территории избирательных участков? Вы знаете, да, слава богу, у нас на территории области ни на одном избирательном участке вот таких эксцессов, как это было у коллег в регионах с зеленкой, с краской, с йодом, с разными зажигательными моментами, какими-то вот этими. Ведь есть даже попытка облить сотрудника полиции, да, есть в регионах вот это. Слава богу, это у нас не случилось. Ну, я не хочу употреблять какие-то термины и давать оценку, какие это люди. Но, конечно же, это вызывает большое сожаление, что нашлись такие, которые повелись на провокацию. Вот я считаю на провокацию, ведь то, что впоследствии идет, и как потом они, к сожалению, правоохранительным органам дают пояснение, это просто элементарные провокации, это мошенники, которые уже на протяжении долгого времени в целом терроризируют население и наших граждан разными звонками, кредитными, вот этими всеми историями. Это из той же самой серии. И, главное, источник и адресат, откуда это все пришло, это тот же самый, откуда вот все вот это, что мы видим уже на протяжении многих лет. К сожалению, да, кто-то подался. Да, у нас не случилось таких эксцессов, но некоторые моменты нас тоже настораживают. Они настораживают нас в том числе и даже по итогам, по некоторым данным из итогового протокола, они у нас немножечко отразились чуть-чуть в другом. Мы понимаем, что, скорее всего, это, но, может быть, и хорошо, что они отразились именно так, а не в таких вот, которые, хайт такой, да, вот, наверное, вот это сделать что-то на избирательном участке. Но есть у нас тоже некоторые моменты, которые нас настораживают, там, например, количество недействительных бюллетеней, еще некоторые моменты. Но оно, это как бы отразилось вот в таких вот моментах, мы видим это немножечко тоже. Хорошо, что не вот таким, когда люди вообще пострадали, и дальше ведь с правоохранительными органами им разбираться. Но я хочу отдельно сказать, пользуясь случаем, слова благодарности нашей полиции. Вот как только пошли первые вот эти звоночки по регионам, тут же очень строго, очень четко полиция приняла к исполнению усилить контроль, скажем так, за избирательными участками. Они и так были под круглосуточной охраной у нас взяты с момента завоза избирательных бюллетеней. Тут же были взяты под круглосуточную охрану также наши территориальные избирательные комиссии. И очень пристально и очень внимательно в том числе сотрудники полиции осуществляли контроль всего, что происходит на избирательном участке. Обращали внимание, иногда задавали вопрос. Да, были недовольны, нам тоже звонили, а почему не полиция тут задает, а что тут я несу там или что-то еще в этой части. Коллеги, поверьте, это было только для того, чтобы не допустить каких-то СССР. Точно так же, конечно же, были проинструктированы наши участковые избирательные комиссии, что особое внимание обеспечения сохранности избирательных бюллетеней, которые в комплекс обработки избирательных бюллетеней, в стационарных ящиках. Были выделены специальные члены комиссии, которые именно контролировали, что происходит возле ящиков. Может быть и это в том числе помогло нам избежать, что на территории у нас не случилось вот таких вот эксцессов, именно я назову, нештатных ситуаций, как было у коллег, что, конечно, им большое сочувствие, что такие ситуации у них на избирательных участках случились. Да, я считаю, закон, учитывая ситуацию внешне, политическую непростую СВО, к сожалению, когда мы видим, находятся предатели, причем в глуби родины, которые что-то делают, там диверсии и так далее, в этой связи, считаю, просьба сотрудника полиции, покажите, что у вас там, условно говоря, под курткой или что в сумке, это настолько логично, более чем, причем логично, что возмущаться как-то не очень, я считаю, правильно, потому что это безопасность, безопасность. Но участки ведь много людей находятся, в конце концов, в голосующих, сотрудниках, те же самые полицейские, если вдруг все это что-то вспыхнет, тем более, я говорю, как вы знаете, был прецедент, поэтому абсолютно это корректная работа полиции. Валентина Евгеньевна, поговорим о наблюдателях, вообще много ли наблюдателей работало, и, насколько я знаю, были даже международные? Именно так, наблюдатели на избирательных участках практически на всех присутствовали, да не практически на всех, назначали у нас наблюдателей, как Общественная палата Тверской области, Общественная палата Российской Федерации. Это были кандидаты в президенты страны, плюс еще право такое было предоставлено и политическим партиям, которые выдвинули кандидатов, соответственно. Ну, то есть, вот некоторые кандидаты имели представители и от себя, и от партии, которая их выдвинула. И таких наблюдателей на избирательных участках у нас было 2970 человек. Помимо этого, у нас прошли аккредитацию, и непосредственно на избирательных участках осуществляли освещение дня голосования более 73 журналиста, которые приходили на избирательные участки и снимали, делали сюжеты, соответственно, и информировали наших граждан, наших избирателей о том, как идет голосование. Показывали вот эти интересные, красочные сюжеты. Помимо этого, у нас была международная миссия наблюдателей, которая приехала к нам по линии Совета Федерации. И в этой миссии были включены представители Словакии, Болгарии и Сенегала. Они были с долгосрочной миссией, они приехали на территорию Тверской области, соответственно, 15-го. Они провели встречу в избирательной комиссии области. Мы рассказали им, какую работу подготовительную была проведена избирательной системе. Их очень заинтересовала наша работа по оказанию содействия в реализации избирательных прав наших граждан, которые являются инвалидами. И вот даже трафарет мы им показали, какие трафареты мы делаем на избирательном участке, они у нас этот трафарет выпросили и с собой увезли. Видно, может быть, будет практика такая теперь в другой какой-либо стране для того, чтобы помочь избирателям слепым самостоятельно заполнить избирательный бюллетень. Их заинтересовала, конечно, и реализация проекта «ИнформуИК». Они посмотрели, ознакомились также с информационными материалами. Посмотрели, мы показали им некоторые сюжеты, как проходило это. Это тоже их заинтересовало очень. Особенно сенегальцы как на лыжи ходили? Ну, наверное, да, может быть. Но, кстати, вот он проявлял больше всего интереса, задавал больше всего вопросов. Помимо работы в избирательной комиссии области, они посетили избирательные участки на территории города Твери, где повышенный просто интерес вызвало, конечно, применение комплекса в обработке избирательных бюллетеней КАИБов. Они понаблюдали, как избиратели при помощи КАИБов голосуют. Объяснили принцип, наши члены комиссии участковых председателей объяснили принцип работы, что идет автоматический подсчет уже принявших участие в голосовании. Что мы сразу видим, что счетчик меняется. Было 100, пришел человек, стало 101 и так далее в этой части. Что не надо работать со списком для подсчета. Что объяснили и показали, в том числе на распечатках тестирования, какие результаты, что увидит участковая комиссия сразу после закрытия избирательных участков. На КАИБах ведь как? Закрылись участки, и мы уже результаты голосования можем распечатать, мы их видим. А потом уже работаем со списком, и когда уже списочек отработали, и остальные данные, которые КАИБ сам не учитывает, внесли, распечатывается протокол, и он опять же с голосованием сравнивается, которые 8 часов там практически были, что там никаких изменений не произошло в этой части. Их очень это заинтересовало, работа именно технических средств подсчета голосов и обеспечения голосования. Помимо города Твери, они посетили у нас также еще два муниципалитета. Это Старица и это город Ржев. Ржевский теперь муниципальный округ, скажем так, но в лице старого, бывшего Ржевского района, скажем так. Они как бы, знаете, такие ехали, ну мы поедем на участок, который на селе, там, да, вот в этой части, а приехали на участок, а там гуляние, а там масленица, а там вот эта вся красота. И тоже были очень вдохновлены, скажем так, вот тем, как, какая атмосфера создается на избирательных участках, что люди с радостью идут, голосуют и потом еще участвуют в каких-то вот мероприятиях, которые направлены именно для них, сделаны в этой части. Ну и, конечно же, они, будучи в городе Ржеве, нельзя, конечно, не посетить, не побывать на памятнике нашему солдату, где, конечно, как вот мы знаем обратную связь, даже вот вроде бы Сенегал, не Великой Отечественной войны там не было, да, как бы не знают они, да, что это такое, нет у них такой исторической памяти, наверное, но даже вот от них, что мурашки по коже, конечно, спасибо им и за такую вот обратную тоже связь. Поэтому, да, были международные наблюдатели и в целом они очень высоко оценили организацию работы наших участковых избирательных комиссий и в целом организацию избирательного процесса на территории Тверской области. А во всех вообще регионах были зарубежные наблюдатели или далеко не во всех? Их было много, но до каждого региона все-таки мы страна большая, и с точки зрения территории, и с точки зрения количества регионов 89, но более чем в 50 регионах были международные наблюдатели, причем и по линии ЦИК аккредитованный, и по линии, соответственно, Совета Федерации, Государственной Думы. Самое главное, что наблюдатели были также и на наших новых территориях, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская область, они не побоялись, они поехали туда, несмотря на все попытки, скажем так, наших соседей сорвать и попытаться помешать реализации прав наших граждан, которые проживают на этих территориях, но международные наблюдатели также там побывали и также высоко оценили и сделали выводы о том, насколько демократично, прозрачно организовано голосование и на этих территориях. Они, кстати, я хочу сказать, и на эту избирательную кампанию выбора президента, но и на выборах, которые были в единый день голосования на территориях наших новых территориях, наблюдатели также международные были, и они оценивали организацию голосования первых выборов своих на этой территории, когда избирали законодательные органы и органы местного самоуправления. Я своими глазами это видела, насколько они были впечатлены тем, что люди действительно идут голосовать на избирательные участки. То есть спасибо большое вот тем коллегам, которые приехали, как Элла Александровна сказала, не побоялись в том числе осуждения, возможно, какого-то, который они могут получить, вернувшись к себе на родину, и объективно и достоверно доносят информацию о том, как избирательный процесс организован на территории Российской Федерации. А что можно сказать про общественных наблюдателей? Насколько они себя корректно, правильно вели? Вообще, насколько они активно приняли участие в своей непосредственной работе и нахождении на участках? Нет, если говорить про общественных наблюдателей, то здесь мы искренне благодарны Общественной палате нашей Тверской области, которая направила наибольшее количество наблюдателей, больше, чем любой из кандидатов, больше, чем любая из политических партий. Практически на каждом участке наблюдатели от Общественной палаты присутствовали, причем присутствовали все три дня. Но помимо самого общественного наблюдения непосредственно в помещение для голосования, Я напомню, что в течение трех дней работал Центр общественного наблюдения, созданные и организованные также общественные палаты, где волонтеры наблюдали на огромном экране, специально для этого собранном, видеокартинки с избирательных участков, на которых были установлены камеры Ростелекома и трансляция с них в реальном режиме осуществлялась на этот экран. И они отсматривали все эти 430 избирательных участков в круглосуточном режиме, в том числе и в ночное время, когда они были закрыты, когда там ничего не происходило, но они контролировали, что на эти участки никто сторонний не зашел. Может быть, только где-то котик какой-то пробежал в этой части. Животные, к сожалению или к счастью, тоже проявляли интерес к выборам. И здесь они нам были помощниками. Где-то, опять же, вот, например, еще даже до начала голосования, 14 числа у нас были тренировки по видеонаблюдению, заработала вот эта видеостена. И как раз по тому, что увидели наши наблюдатели, волонтеры в Центре общественного наблюдения где-то чуть-чуть подвинули технологическое оборудование. И при этом я хочу отметить, что наши участковые комиссии на все замечания наблюдателей, общественных в том числе и волонтеров, они очень откликались сразу же. Вот, например, по тому же требованию такой, которая есть, да, мы же в СИЗЕ, у нас есть всякие инструкции. Например, кабина для тайного голосования не обязательно, чтобы попадали в ракерс-камер. Ну вот позвонили у нас по одному участку в Сележарском районе, говорят, нету кабин, хотим видеть. Коллеги тут же на участке кабины подвинули, вот, пожалуйста, видите, видим. То есть все поправили, откликнули, откликнулись тоже. Чтобы потом не говорили, а мы обратили внимание, а нас проигнорировали. То есть зачем? Есть какое-то замечание. Мы пытались, и мои коллеги участковой комиссии пытались реагировать на любое, даже вот такое техническое замечание, каких-то серьезных вопросов, слава богу, в эту избирательную кампанию со стороны и общественных наблюдателей, и волонтеров, которые непосредственно в ЦОНе осуществляли наблюдения, не было. Ну, на все вот такие вот реагировали, и тут же все разъясняли, все рассказывали. Тина Геннадьевна, осталось буквально немного времени, несколько минут. У вас есть возможность поблагодарить ваших коллег, вообще всех, кто принимали участие в организации проведения этих выборов, ну, избирателей тоже. Конечно. Уважаемые избиратели Тверской области, позвольте от себя лично, от избирательной системы Тверской области, поблагодарить вас за то, что вы, понимая важность и необходимость участия в выборах президента нашей страны, пришли на избирательные участки и проголосовали. Спасибо тем, кто дождался наших членов участковых избирательных комиссий и проголосовал у себя на дому. И, конечно, отдельная благодарность и низкий поклон за огромную работу, которую проделали мои коллеги, члены территориальных комиссий, члены участковых избирательных комиссий, потому что вот вся эта огромная работа лежала именно на их плечах. Вначале информуи, потом трехдневное голосование. Но наши коллеги справились с этим очень ответственно и достойно. Дорогие коллеги, спасибо огромное за работу, здоровья вам, благополучия. И всем нам мира и процветания, как нашей стране и нашей Тверской области. Тина Евгеньевна, и в завершении, какие еще выборы пройдут в этом году? Все ли, что называется, а стрелялись мы и вы тоже? Или что-то нас еще ждет? Конечно, нас ждет. Нас ждет единый день голосования в сентябре 2024 года. Выборы на территории области планируются пока самые разные. Это выборы в органы местного самоуправления. Где-то у нас уже преобразованные муниципалитеты будут избирать вторые составы своих дум. А где-то у нас пройдут дополнительные выборы. Вот по двум округам в городе Твери пройдут Тверскую городскую думу дополнительные выборы. У нас планируются в том числе и дополнительные выборы депутата законодательного собрания по Балаговскому избирательному округу. Но опять же, этот список пока не окончателен. Он непосредственно до периода назначения может измениться. Ситуации ведь разные, и жизнь складывается по-разному. Но выборы у нас будут куда же без них. А число-то известное? Сейчас пока еще плавающая такая цифра по избирательным компаниям. И чтобы просто не вводить в заблуждение, скажут, вот говорило там 10 компаний, а на самом деле их 15. А трехдневный формат вообще, насколько он себя хорошо зарекомендовал? И на ваш взгляд, будет ли продолжен этот формат голосования? На наш взгляд, трехдневный формат голосования именно, он на наш взгляд кажется наиболее удобен для избирателей. Да, это дополнительная нагрузка на избирательную систему. Но для избирателей это удобно. Особенно в сентябре месяце, когда еще дачный сезон, когда грибы, когда ягоды. И когда есть возможность после работы заехать, проголосовать в пятницу. И пожалуйста, два выходных на даче, свое удовольствие, как говорится в этой части. Не успели так, вечером вернулись, потому что в понедельник на работу, зашли на избирательный участок, опять же проголосовали. На наш взгляд, это перспективный формат голосования, если не будет каких-то изменений в законодательстве соответствующего, внесено. Потому что некоторые политические партии постоянно этот вопрос поднимают, им что-то не нравится. Я не могу отвечать за них, что им не нравится в этой части. Но для нас то, что сегодня делается и в чем совершенствуется избирательная система, в первую очередь исходим из удобства для избирателя. А для того, чтобы создать максимально удобные условия, чтобы наш избиратель мог проголосовать. И все новшества в виде ДЭГа, это ведь тоже не замена нашего традиционного голосования, а это дополнительная форма. И вот опять же, даже если посмотреть, вот что-то опять поэтому много-много-много говорят. Ну давайте посмотрим на регионы, где оно применялось. Ну где-то 2%, где-то 2,5% избирателей воспользовались этим. Ну значит, они хотели проголосовать именно так. Мы же тоже с вами выбираем, либо прийти на избирательный участок, если вдруг у нас что-то не складывается, вызываем к себе голосовать на дом. Эти воспользовались такой возможностью, проголосовали. И конечно же, это молодежь, в первую очередь, которая мобильна, которая именно в интернете сегодня и работает, и живет, и словно говоря. Да, 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 именно так. Почему им не предоставить такую возможность? Ну опять же, повторяюсь, это дополнительная возможность. И никто наш с вами привычный бумажный бюллетень, приход на избирательный участок, стационарный ящик не отменял и отменять не планирует. Ну что ж, спасибо большое. Это была программа «Тема дня». Мы сегодня подводили итоги выборов, которые прошли на территории Тверской области, выборы главы государства. Как вы слышали, Тверская область тоже была в общем тренде. У нас тоже беспрецедентная явка, поэтому это очень хорошо. Это говорит о том, что наш народ сознательный. Спасибо большое, Валентина Евгеньевна, вам, вашим коллегам, за то, что вы провели выборы. Надеемся, у вас ставь все успешно. Да, я, собственно говоря, не сомневаюсь, пройдет и осенью. Как вы слышали, осенью нас ожидают очередные выборы. Поэтому, дорогие телезрители, особо не расслабляйтесь. Ну и вообще, гражданам нашей страны, надо быть всегда гражданин, в том числе и тот, кто приходит голосовать. Это была программа «Тема дня». До новых встреч.